В последние годы все большее количество индивидуальных предпринимателей отдают предпочтение именно ей, упрощенной системе налогообложения. В самом названии заложена суть. Приведу цифры статистики. От плательщиков этого налога только по московскому району города Бреста за 10 месяцев года текущего поступило в бюджет более 77,5 миллиардов рублей. Не упустить свой шанс перейти на упрощенку с 1 января 2016 года напоминают специалисты налоговых структур. С 1 октября 2015 идет активный период подачи уведомлений о переходе. Прощенная система налогообложения продолжает набирать обороты. Все субъекты хозяйств, желающие применять данную систему с 1 января 2016 года, обязаны подать уведомления соответствующей формы в налоговые органы по месту постановки на учет до 31 декабря текущего года. Уведомление должно содержать информацию о размере воловой выручки за первые 9 месяцев текущего года, который не должен превышать 10,3 миллиарда рублей, а численность работников не более 100 человек. Выше названные цифры говорят лишь в пользу применения упрощенки, ведь это особый вид налогового режима, который позволяет без трудности ввести учет деятельности и производить расчеты. Так же, как и дает возможность обеспечить невысокий уровень налоговой нагрузки, в особенности в экспортной деятельности. В отделе консультации Московской МНС сотрудники, которые плотно работают с плательщиками, подвели итоги. В инспекции по Московскому району города Бреста всего субъектов хозяйственного более 10 тысяч. Из них применяют упрощенную систему налогообложения около 50%. Налоговые инспекторы советуют не откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сегодня. Помните, что переход на упрощенку возможен лишь до 31 декабря года 2015, то есть текущего. С неясными вопросами следует обращаться в отделы консультаций. Тогда вы будете в курсе всех событий, подкованы и грамотны. Продолжение следует...